МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Очередная победа обеспечила саровчанам первое место в турнирной таблице чемпионата области по баскетболу. Они провели матч с одной из сильнейших команд – Торпеда из Павлова. Игра выдалась эмоциональной и напряженной. 27 марта войска Национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой первый юбилей – пять лет. В преддверии празднования Саровская дивизия провела на лыжной базе чемпионат по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие пять сборных команд из воинских частей соединения. Воспитанники отделения бокса спортивной школы ИКАР приняли участие в открытом первенстве города Кулебаки. Саровчане показали на соревнованиях отличные результаты и вернулись домой с медалями. С разрывом в 30 очков завершилась встреча баскетболистов из Сарова и Павлова. Во второй половине игры гости только догоняли и пытались хотя бы сравнять счет. Но саровчан было не остановить. Счет был достаточно приемлемый для того, чтобы уходить в концовку и цепляться за результат. Но в четвертой четверть, откровенно говоря, мы просто развалились. Поэтому счет на табло такой. Да не приличие. Не хватило игроков. Есть травмированные игроки. Есть один диспульсивный игрок. В принципе, ключевые игроки. Даже малым составом гости показали хозяевам, что игра будет интересной и сложной. В начале матча обе команды шли наравне. На каждый заброшенный в корзину мяч соперники отвечали контратаками и точными попаданиями. На счету только одного снайпера из торпеда 20 из 68 забитых очков. Команда очень колючая, кусачая, быстрая, бегущая, которая здорово прессингует и тренер у них прекрасный. Мы знали, что они будут бежать, будут нас прессинговать. Мы к этому готовились. У них также есть снайпер великолепный. Это Дима Почурин. Он играл за нас на суперфинале в Севастополе. Второе дыхание у саровчан открылось только к четвертой четверти. Они поймали домашний кураж и начали забрасывать трехочковые. Только в заключительной четверти игры баскетболисты заработали 37 очков. После проигрыша «Атома» торпеда спустился в турнирные таблицы чемпионата на одну строчку вниз. У нас осталось две игры. Я думаю, что выше мы уже не поднимемся. Можем быть третьими или четвертыми. Я надеюсь, что мы будем третьими. Ну а там дальше уже будет плей-офф. Будем бороться. В финал восьми будут играть четыре команды, занимающие верхние строчки турнирной таблицы. Победитель турнира получит звание чемпиона Нижегородской области, а также место в финале Приворского федерального округа чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Но впереди еще несколько матчей, и предсказать исход чемпионата сложно. Очень интересный чемпионат в этом году. Три команды даже идут вверху таблицы с двумя поражениями. И сейчас ситуация таким образом складывается. Если мы все домашние игры выиграли, и последнюю игру фестолу, то мы будем первые в регулярном чемпионате, что даст нам преимущество играть дома уже в раунде плей-офф. Четвертьфинал и полуфинал. Благодаря домашним матчам «Атом» теперь занимает верхнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч саровчане сыграют 20 марта с баскетболистами из Арзамаса. Команда «Газэлектроника» находится на втором месте. Для саровчан это будет возможностью взять реванш, так как выездной матч они проиграли. Вот так торжественно под звуки военного оркестра на обновленной лыжной базе прошло открытие чемпионата Саровской дивизии Росгвардии по лыжным гонкам. Такие соревнования в преддверии Дня образования войск Национальной гвардии уже стали доброй традицией. В этом году спортсменов и гостей праздника приветствовал недавно назначенный руководитель соединения Сергей Гошков. Только слаженность, сплоченность и взаимовыручка, взаимопомощь покажет, кто из вас тут сильный, чья команда будет первой, придет к финишу и покажет свои результаты. Участников разбили на две группы. Первой предстояло пробежать на время 5 километров. Результаты спортсменов шли как в личный, так и в общий командный зачет. Остальные участники прошли трассу длиной 2 километра свободным стилем. Те участники, которые заняли первое, второе, третье место, они занимаются регулярно лыжными гонками и участвуют на чемпионатах различных уровней, в том числе за дивизию в составе сборной команды. Игорь Агаев, обладатель первого места в спортивном забеге, занимается лыжными гонками с третьего класса. Служит дивизии 3 месяца, свободное время отдает тренировкам. Игорь раньше часто был участником различных соревнований, побывал на разных спортивных объектах и смог по достоинству оценить трассу в Сарове. Впечатление очень хорошее, трасса понравилась, погода шикарная, организаторам большое спасибо, подготовили чудесную трассу. Соперники достойные, все оказывали достойное давление, поэтому все прекрасно. Достойную конкуренцию Игоря составил Владислав Шутылев. На дистанции военнослужащие боролись до последнего, все решило последние сотни метров. Но Владислав не слишком расстраивается, участие в таких соревнованиях он уже считает успехом. Мотивирует к дальнейшим занятиям спорта. Мотивирует подрастающее поколение, а также для военнослужащих. И для всех командований всегда престижно, что ты представляешь часть и дивизию целую. Сейчас военнослужащие готовятся к соревнованиям, которые пройдут в апреле. Они будут приурочены к дню образования спортивного общества «Динамо», куда входит Росгвардия. В немецком Аберсдорфе завершился чемпионат мира 2021 по лыжным гонкам. По итогам соревнований российские лыжники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали. Вклад в успех сборной внес и выпускник Саровской лыжной школы. 5 марта в эстафете 4 на 10 километров Артем Мальцев в составе российской мужской команды занял второе место. Он бежал третий коньковый этап. 8 марта выездном под Арзамасом прошел межрегиональный турнир по тактическому троеборью. В честь 800-летия князя Александра Невского и 30-летие второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Турнир проводился на оборудовании «Лазертак» среди детей до 13 лет. В нем приняли участие 17 команд. Команда «Стрелковый клуб», представляющая Центр военно-патриотического воспитания при Саровском монастыре, завоевала второе место. Нижегородский хоккейный клуб «Торпеда» покинул плей-офф Кубка Гагарина, проиграв все четыре матча в серии с казанским Акбарсом. Последняя встреча состоялась 9 марта на льду в Нижнем Новгороде и закончилась со счетом 1-4. Футболиста Артема Дзюбу вызовут на предстоящие матчи сборной России по футболу. При этом, как сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов, Дзюба сохранит капитанскую повязку. В марте сборной России предстоит три матча отборочного тура ЧМ-2022. 24 марта против Мальты, 27-го против Словении, 30-го против Словакии. Ювентус может продать нападающего Криштиану Роналду этим летом. Главными причинами такого решения называют вылет команды из Лиги Чемпионов и большую зарплату португальца 31 миллион евро в год. Напомним, что 36-летний Роналду играет в Ювентусе с лета 2018 года. Япония решила провести Олимпиаду в Токио в этом году без иностранных зрителей. Официальный запрет на въезд болельщикам из-за рубежа Токио объявит в конце марта. Напомним, что Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее предварительно перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Тренировка юных боксеров и кара длится 2-3 часа, за которые ребята успевают развивать не только физические способности. Числовая таблица помогает отработать внимание, шахматы, логику и тактическое мышление. Возможно, именно поэтому саровские спортсмены нередко становятся победителями и призерами на соревнованиях. Последние трофеи боксеры привезли с открытого первенства, которое прошло в Кулебаках. Это были мои первые соревнования. Я уже занимаюсь год с половиной. На протяжении трех раундов держался очень смело и хорошо поступал к сопернику. С дебютных соревнований Игорь Шмидт привез серебро. Золото удалось завоевать Максиму Филиппову. В бокс юноша пришел два года назад для того, чтобы получить навыки самообороны. Со временем Максим втянулся, теперь ставит перед собой цель подняться на Олимпийский педестал. Была одна встреча с соперником. Соперник был поопытнее меня. Больше боев, но я его победил. Рамазан Султанов ежедневно занимается в тренировочном зале и дома. Вместе с наставником Вячеславом Дроновым разрабатывает тактику на момент встречи с соперником. Первые 10 секунд я смотрю на соперника, что делать, раздергиваю его, а потом уже остальные раунды боксирую. Первое место, по словам Рамазана, завоевать было легко. Соперник уступал в силах. Саровчанину оставалось лишь показать результаты упорных тренировок. Итог очередного выезда воспитанников Икара семь золотых и две серебряных медали. Редактор субтитров А.Семкин